Остров Пасхи 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 Когда она цветет, это вообще незабываемо. Обсерватории астрономические, вы там увидите звезды ближе, чем где-либо на планете. Горнолыжный туризм на высоте 3000 метров. И россияне могут кататься на лыжах с мая по сентябрь. В Альпараисо, Винедельмар. Легион озер и вулканов, где выращиваются лосось и форель, которые поступают на российские столы. Остров Чилуэ с уникальной архитектурой, мифологией и разведением мидии. Антарктида с пингвинами, круизами и так далее. Все, конечно, остров Пасхи и остров Робинзона Крузо. И все это, орошаемое огромным количеством вина и писка на протяжении 5000 километров с север на юг. Доля туризма достаточно скромная в экономике страны, 3,5% доходов. Но стратегия продвижения туризма в Чиле совершенно уникальна. Это, прежде всего, устойчивость. При ознакомлении с 16 нашими регионами, 23 год был важным для Чили. Мы получили награду World Travel Awards. Лучшее зеленое направление в... Лучшее зеленое направление, лучшее направление приключенческого туризма. И что касается 2024 года, награда Best in Travel в топ-10 Lonely Planet авторитетнейшего списка. Так что поездка в Чили – это просто неотъемлемая часть 2024 года для многих. Россия, Чили в 2011 году отменили визы между нашими странами. И с полутора тысяч в 2010 году из России мы перед пандемией принимали 5 тысяч в год туристов россиян. Как уже подчеркивали господа послы, дороговизна тур поездок прежде всего объясняется стоимостью авиабилетов. 1800 долларов более 30 часов турецкая авиалиния или Эмиратами лететь более 3000 долларов стоит. Стоимость отелей возросла на 40-70%, все в долларах. Если поездку включает Атакаму и прочая, поездка сама по себе стоит 4000 долларов, а остров Пасхи – это еще намного дороже. Из позитивного, чудеснейшая инфраструктура, очень высококлассные отели, и россияне продолжают приезжать. Если раньше приезжали богатые россияне, то теперь супербогатые только приезжают. И это всего тысячи человек в год. Какие направления предпочитают сами чилийцы в своей стране и за рубежом? Чилийцы тоже ездят по миру. Для чилийца Лима, Майами, Рио-де-Жанейро и Бонес-Айрес – это основные направления. На 2024 год предполагается Бразилия, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Флорианополис, Порто-Алегри, Сальвадор-де-Баи и такие направления на Карибах, как Руба, Пунта-Кана, Канкун, Гавана и Сан-Хосе. Внутренний туризм для чилийцев – Темуку, Сарена и Пуэрто-Монт – основные направления. Мы, как торгопредство Чили в России, мы продвигаем туризм, участвуем в выставках МИД, лейжем, устраиваем воркшопы. Тур-Экспресс, крупнейший туропедратор в России и Латинской Америке, проводят с нашим участием различные мероприятия по продвижению, в частности, гастротуризма. Огромное поле для деятельности. Нам надо, конечно, работать над авиасообщением, улучшением инфраструктуры и продвижением туризма. Спасибо. Продолжение следует...